да да лучше расскажи что ты вообще решил заснять это видео только потому что ты хочешь свой пук использовать где-то в моей работе правда говорю мне звонит говорят слушай а что если я перну мы это запишем и куда-нибудь ставим проект это сделаешь так чтобы никто не заметил я бербанки хотел да я говорю вполне реально но я конечно так не делают я уважаю своих клиентов вот ну и в общем-то решили снять целый целый и видеовлог но мы сделаем это конечно пердеть же нужно голой еще можно зажигалку поднести до 23 часа мы будем там то есть у нас есть целый час сейчас мы там что-то час будем целый танки снимать стал снимать это говно это говно услышим на самом деле я мало ругаюсь я принят хоть и эмоциональный человек но я стараюсь держать тебя мне дует закрой окно скажем так вот этой до заткнись лайк комментарий подписка колокольчик хочу тебя все вопросы закончили что у меня не было ты хочешь чтобы я вот так ходил снимал конечно все такой маленький и антон мы куда приехали нам приехали мы приехали снимать парк 30-летия это в краснодаре мы сейчас будем снимать какие-то звуки а и короче я буду снимать антон будет антон будет записывать звуки понял чем прикол сейчас это получается что когда-то короче эта техника была создана для дизайна не тут типа для войны а мы сейчас будем использовать ну ты под потомок короче ну грубо говоря твои прадеды ее создавали чтобы воевать а мудак такой а ты а ты сейчас будешь ее использовать для для создания звуков а эти звуки потом будешь использовать для саунд дизайна мы записываем звуки которые мы приедем ну получается уже завтра сегодня не успеем и я покажу как их обрабатывать и можно использовать видео чтобы было интересно ну к примеру и здесь мы покрутим железки а это будет например а скрип открывания дверей какой нибудь компьютерной игре правильно сундука либо просто сундук сундук открывается но это я же объясняю что саунд дизайн это не один какой-то звук саунд дизайн это многослойное составление разных звуков впоследствии же получение уникального какого-то звука запись ты должен же сказать зачем туда этот звук можно использовать звук там не знаю монетка под монетки в игре да как короче шаги очень тоже частые ходовые звуки и очень классные локации в плане ходьба по листве пишем подводная лодка бас бочку можно сделать бас бочку подводная лодка номер два ну теперь туда не пойдем ну как попасть закрыто на что нам не попасть туда те но просто блин может быть кто-то посмотрит и вдохновиться замотивируется кто-то долгое пытается сделать шаг в общем одно могу сказать что если есть какая-то мечта желание у меня была всегда мечта зарабатывать звуком музыкой но и работать делать то что в жизни нравится вот я играл раньше музыку всякую разную на сцене выступал попить в питере всяких площадках и всегда мне в голове была одна цель то есть нам зарабатывать звуком музыкой том что мне нравится и посыл какой что не нужно бояться нужно просто делать шаг прям вот сходу и без башена короче гореть самое главное зажечь себе вот эту идею представить конечную цель зачем вы это сделаете что изменится и и соответственно сделать шаг даже не смотря на то что у вас там не буду нету какого-то стартового капитала там какие-то проблемы страхи яхи вот это все отбрасываете просто поверьте себя и сделать шаг правильно я говорю как ты согласен с этим или нет ты сейчас типа я один видео просто поставил камеру короче а этот вышел типа да конечно я какой-то какой-то сумасшедший да ты один семье родители да и один но у нас бедная семья родители сейчас питере да чем занимаются родители то они мама по моему дома сидит домохозяйка папа подсобным рабочим каким-то работа подсобный рабочий то есть вообще очень простая семья простая меня еще очень замотивировал недавно вот буквально днях посмотрел ну так просто вдохновил фильм антуана наджаряна чувак снимал блог про него это короче самый один из лучших кинологов парашки парашки один из вырежешь один конечно нет один из лучших кинологов россии там не без образования то есть он не вообще у нее нету никакого кинологического он просто вот себе поставил цель с еревана чувак приехал в россию и вот все своими силами сейчас у него прям вообще миллионы пишет ему помогите помогите он за 15 за 10 минут успокаивает и перестраивает мышление любой агрессивной собаки которые увозят на уже готовы вести на усыпление а так в принципе я счастливый человек у меня все есть я работаю тогда когда захочу что еще можно о чем еще мечтать но мечтать только о том чтобы родители и близкие были здоровы и все одно на это нужно провожу много денег не прям поедем через московскую полем да но вечно показывает что по ростовке видимо московская стоит поехали как он цели короче все нравится мне все нравится у меня нет такой прям мечты стать лука танкистом не знаю полетать на самолете да нет у меня экстрима хватает жиру вкусно не знаю что еще блин занимаюсь любимым делом получая бабки не напряг никто меня не дрочит то есть ну все как кайфово и этому каждому каждому это пожелаю мечта да вот стать добиться еще определенно ты высоты же ты был в других странах но я был только в болгарии получается тебе в россии норм мне не мне в россии я вообще не люблю россию мне нравится что не нравится в россии да все не нравится нужно посмотреть просто что творится в ю тубе забив определенные критерии поиска например например да зачем это но зачем это нам не нужна политика в этом ролике ты правильно сказал ты про политику да все связано с этим качество жизни напрямую зависит от внешней внутренней политики мы же не можем хоть и у нас наши талмуд написан что слуга народа кто что народ решает судьбу новые не так у нас мы ничего не решаем и соответственно на качество жизни мы никак не можем повлиять у меня больше связываю напрягает вопросы социальные какие-то плане там медицины когда ты сталкиваешься вот с государственными какими-то учреждениями но вот эти вот вопросы решаются и ты понимаешь что ни о каком качестве ни о каком решении твоих вопросов не идет речь либо у тебя должен быть должен быть кэш либо либо все либо связи поэтому ну как бы ну даже элементарно вот в той же грузии у них малый бизнес под один процент и все все документы делаются в одном единственном учреждении и никаких взятках там сборов связи этих справок ну нет речи то есть ты не должен там бегать чтобы открыть бизнес и либо начать там какую-то деятельность вот там все через одно учреждение один процент и все я думаю здесь рассказывать как все строится нет смысла все-таки уходим вещь в политику да ну блин ну как еще объяснить мне не нравится все я просто это мое мнение я не хочу никому навязывать просто есть защитники реально у меня даже среди знакомых есть которые ну иногда это какие-то изречения кидаю вбрасываю социалки там что не нравится ну так изредка просто между текстом а кто-то живут находится реагируешь туда нет псевдопатриоты ты мудак там вот у него что-то получается просто он узко мыслят человек он не смотрит что происходит за ну не думает что 300 400 километров совершенно все ну отросят там москвы тоже питер все решено все иначе и вот это напрягает человек думает что как бы люди виноваты сами вот это мнение вообще мне как не нравится честно не знаю где лучше понятное дело что везде блин есть свои плюсы и минусы но те вопросы которые у нас в жизни часто встречаются да там по здоровью там до элементарно родить ребенка опасно мне кажется я фиг знает может быть я очень зеленый в этом вопросе но факт того что нужно заплатить чтобы ребенок родился здоровым для меня это абсурд и про про ту же смерть могу сказать что у нас очень любят зарабатывать на вот как раз на родах на смерти на свадьбах я сталкивался с этим тоже и когда мне батюшка грубо говоря подходила и рассказывал прайс-лист и как лучше будет для вашего близкого у которого умершего вот кто-то тут начинает возникать вопросы что за 15000 грубо говоря он на том свете будет жить лучше потому что его это определенные процедуры пройдут но сделают там типа отбивание там что-то свечки не свечки там это сам батюшка так говорю да вот так вот и ты задумаешься в какой какой черноте мы начинать ну мы живем просто не хочется просто всего это вот так вот такая нотка лиричности не но как без этого полин ё-моё поэтому нужно делать совет свой мир прекрасный несмотря вот на крыс на районе вот это все и так далее вот политику и теку не смотрите на это все не живите этим живите своим миром здесь сейчас и все тогда будет офигенно иначе ну как бы мы в саму самоуничтожением занимаемся и все что-то не за час написал выходи себе грязные штаны здорова здорова твой размерчик по-моему походу а ты будешь лапки ему протирать? да п*** я хочу это снять ты уже засрал все не дразни его куда мы сегодня едем? мы едем на море на море? писать морской бриз а в магазин не будешь заходить? зачем? За шашлыком? Ну, можно. Давай, иди тогда, я пока заведусь. Кончик, ну куда ты лезешь опять? Нельзя. Мне бегут работать на камеру. Смотрите, поделаешь чувствительно или что? Ну да, настроивайся, чтобы я по балансу смотрю. А что вот на том экране что-то показывается? Ну это типа миксер, ты понимаешь, каналы тут, вот сколько их тут, раз, два, три, четыре. Здесь видны все каналы. Все, запись пошла. Брат, пошли купаться, брат. Ой, ой, ой. Да он мне не дается. Защитник. Кончик, все, хватит, молодец, защитил. Молодец. Иди сюда, иди сюда. Пойдем, запишем его. Пойдем. Вдруг он мертвый? Нет, он просто отдыхает. Пойдем. Какое сегодня число? 12. 12 ноября? Молодец, молодец, молодец. Это нужно для того, чтобы потом ориентироваться в своих записях, как режиссер. Что ты сказал сейчас, атмосфера? Ну, я сказал, атмосфера, чтобы, ну, понятно, общая картина, что это эмбент. Лайт, легкие, типа, здесь нету каких-то шумов, волн, море, сказал, чайки, потому что услышал их. Ну и пляж. Знаешь, почему я занимаюсь саунд дизайном? Знаю. Почему? Что больше другого ничего не умеешь. Ну, вот и нет. Умею я, кстати, много. Я даже умею шить. Я тоже шить умею, кстати. У меня, между прочим, профессия портной. А что же заканчивал, кстати? Путягу, портной, типа, специальная, полная, специальная. Это все хуй. Антон, это все хуй. Это все хуй. Я смотрю, у нас романтичная очень локация, нам нужно какие-то серьезные темы обсудить. И романтичный дайвер, вот, посмотрите, пузыри пускает. Ну и почему мы сюда приехали? Мы, короче, сели такие, типа, ну, там закат же, вон он. Закат, и нужно какие-то серьезные темы обсуждать. А нам некогда, мы залипаем. Да не, я хотел сказать, на самом деле, что самое интересное в саунд-дизайне, это то, что постоянно новые встречаются какие-то задачи, и ты их выполняешь, как, ну, блин, интересный квест. Вот в квесты в реальности ходили когда-нибудь, ты всегда не знаешь, что там будет происходить и как оттуда выбраться. И вот здесь то же самое. Ты ставишь себе, ну, такие, как будто нерешимые задачи, но на самом деле в процессе они раскрываются настолько круто, настолько интересно. И вот каждый проект у меня так. Сейчас мы записываем атмосферы моречка, которые потом могут пойти в ОГОГО, сколько всяких видосов, фильмов. И даже из моря можно сделать крутой саунд-дизайн. То есть, не обязательно, что звук моря будет звуком моря вообще. Это может вообще какой-то эмбиент быть. Да, да, это может быть синтезированный какой-то либо страшный, дарк эмбиент, там, то есть это может... Какую-то игрушку, короче. Да, вот эти сэмплы можно использовать вообще в совершенно... Можно и действительно по назначению, как море, если нужна какая-то вода. А можно синтезировать до того, что ты вплоть, ну, то есть не узнаешь, что это оказывается в прошлом море. Ну, звук моря, то есть это звучит. Вот. И в этом и вся суть прекрасная вот этой профессии, скажем так. У тебя нет ощущения, что это не профессия, а это, ну, развлечение какое-то? Нет, у меня есть ощущение, что это образ жизни. Вот. Но это реально, потому что я, скажем так, как будто я... Ну, да, это, наверное, отчасти и развлечение. Почему? Потому что ты, ну, вот как я уже сказал, то есть ты приходишь на аттракцион и начинаешь фантазировать, начинаешь получать там эмоции. И вот то же самое и я здесь получаю эмоции от процесса. И всегда это очень интересно и круто, короче. Ну, наверное, тяжело раскрыть эту тему. Ну, я так понял, что основной кайф в том, что каждый новый проект – это всегда что-то новое. Нету тут каких-то... Рамок, границ. Рамок и границ и стандартов. Типа вот делай раз, делай два, делай три – получается проект. Все верно. То есть это для тебя, ну, по сути, каждый проект, как запись музыкального трека или запись альбома для музыканта. Всегда что-то новое. Да, да. Это вот одно из важных вообще для любого творческого человека. Очень, очень важно, чтобы не было рамок, не было границ. Потому что когда в творческом процессе появляются какие-то каноны, какие-то правила, и это начинает убивать просто тебя изнутри, твои вообще, твои фантазии, твоя мысль. Почему я очень люблю вот с творческими людьми общаться, которые картины там пишут. Вот тут я делаю звук для одной блогерши, там, Шейдлин или как-то так ее зовут. Я не помню. Шейдлин. Да, мне очень она вдохновляет даже. Мне очень интересно делать для нее звуки, потому что у нее каждый проект, ее какие-то посты, они, ну, это прям объект творения, и видно, что здесь именно творческий процесс был, а не вот сделать так, это так, как, допустим, ну, в любой какой-то другой профессии, то есть здесь стандарты там. И мы по ним, соответственно, работаем, по вот этим скриптам сраным. А здесь нет такого. Даже в музыке, когда ты пишешь музыку, ты, бывает, ну, начинаешь загоняться, писать в одном стиле. Почему музыканты ищут, экспериментируют, и зачастую это получается либо говно, либо просто фурор какой-то, вот. Вот, потому что. У тебя есть рецепт, как творческому человеку, который сейчас находится в коконе, ну, социального такой работы какой-то, который ему не нравится? Ну, ты же сам, ты же сам работал уже, да, на дядю? Да, да я же не сразу тоже. Ну, я вот музыкой именно занимался, писал, и параллельно работал в барах, работал потом в квестах в реальности отработал 2 или 3 года. Вот. Почему, кстати, там задержался? Потому что там тоже очень интересно, ну, вот, рабочий процесс сам офигенный. То есть, ну, ты постоянно, скажем так, ну, во-первых, я и участвовал в создании квестов, вот. Ну, то есть, ну, это что-то необычное, что-то творческое, опять же, здесь приближено, скажем так, к моему внутреннему миру. Ну, а что делать человеку, который застрял? Что делать человеку? Ну, ему просит душа, типа, заниматься чем-то таким необычным, но он понимает, что это не принесет ему денег сейчас никаких. Я... Ну, есть ответ. Есть ответ, и он очевиден. Пробовать, и все. Потому что... Просто вот прям сжечь мосты, бросать, и все. Пробовать, пробовать, пробовать. Просто фишка в том, что нету для, допустим, посмотреть на человека, вот, все, типа, ты, допустим, не знаю, гениальный шеф-повар. Нет, ты как, ну, как я, как и ты, мы много-много с тобой пробовали вообще в жизни, чтобы прийти именно к тому, что, ну, кем мы и стали, скажем так. Я же занимался тоже, когда даже на фриланс я ушел, я вроде определил вектор один. То есть нужно вот как, наверное, да, есть примерная схема. Нужно определиться, что ты хочешь от жизни, определиться комфорт твоего, скажем так, вот существования в этом мире, ну, вот какие-то планы, цели поставить минимальные, придумать конечную цель какую-то. Дальше уже подумать, что ты можешь сделать для этого, для того, чтобы приблизиться к этому, скажем так, к этому образу жизни, вот к этим целям и пробовать. У меня в моем случае это был фриланс. Я понял, что я хочу быть независимым, не работать по найму. Я понял, что я хочу заниматься творческим каким-то процессом, будь то так же дальше музыка, либо что-то новое. И, следовательно, первый шаг – это фриланс, то есть работать на себя. Бизнес думал, пробовал, хотел начинать, но все-таки это тоже определенная, скажем так, большая ответственность. Тут ты не в силах, скажем так, таким вот заниматься, когда у тебя, ну, допустим, многомиллионный оборот, а я этого не хочу, то есть я больше мне, чтобы баланс душевный был, и вот творческий, ну, и финансовый. И, соответственно, дальше уже, когда ты нашел первый шаг, и дальше уже здесь, соответственно, в этой сфере, в этом пути начинаешь тестировать, пробовать себя, и все. Я начинал сначала делал что-то с видео, короче, монтировал видео на сайтах разных, потом просто тестировал звук. То есть ты же не просто стал сразу саунд-дизайном? Да, я нашел, нашел. Ты монтировал видео, монтировал звук в том числе. Звук просто там редактировал, корректировал, диктором пробовал даже заниматься. Писал музыку для всяких, вот биты кто-то там пишет, да? Я писал музыку, там, аранжировки для всяких чуваков, но это все не то, опять же, там есть рамки, там жесткие правила есть. Даже в саунд-дизайне, в принципе, есть, ну, какие-то там, скажем так, но это больше от клиента, от заказчика, как он видит, как он слышит, и ты, в принципе, стараешься угодить даже, ну, вот, в этой работе стараешься, чтобы и ему понравилось, как он, вот этот взгляд внести, скажем так, в его видение. Плюс еще, на самом деле, такая штука, как есть, что люди липнут друг к другу, примагничиваются. Да, да. Это так же, как мы с тобой познакомились. Да, есть такая тема. То есть мы с Антошей познакомились вообще через третьего человека. То есть я заказывал видео, монтирование, короче, я заказывал монтаж видео чуваку, этот чувак делегировал Антону. Да, все верно. Потом какие-то были правки, по-моему, да, и я уже напрямую с тобой связался, и дальше еще несколько проектов, каких-то заказов, и все, и уже пошла какая-то дружба, и сплетение интересов, и, в общем, ну, какая-то помощь. Да, все верно. Взаимовыгодные отношения сначала были, а потом уже, ну, какая-то, то есть, ну, личная симпатия. Это к вопросу, да, к вопросу окружения, если вы боитесь, там, оторваться от старого, который вас тянет не в творческую, допустим, составляющую, а в какую-то другую. Ну, особо не надо париться. А эти люди уйдут, придут другие. Да, притягиваются именно те, которые нужны. Если вы попадаете на эту волну, то на этой волне много людей, на самом деле, таких немножко странных, но клевых, разносторонних, и вы их сразу найдете. Либо они вас найдут, а вместе уже, ну, как-то прикольнее это все. Угу. Да. Ну, и легче. Даже элементарно проблем у, короче, у этой стези, когда ты работаешь сам на себя, и если ты еще такой творческий, что ты не можешь делать одно и то же, проблем гораздо больше, чем кажется. И одному справляться с ними, когда тебе просто даже не с кем пообщаться и рассказать об этом, естественно, сложно. Поэтому ты прилипаешь к таким же людям, или они к тебе, и вместе пум-пум-пум. Ну, и потом какие-то проекты, возможно, даже совместно создаются. Короче, много таких людей. Много. Много. КОНЕЦ КОНЕЦ